И возраст не помеха за изготовление порно, а задержана пенсионерка. Ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности. Чем еще промышляла бабушка? Пресечение преступности на корню в Беларуси задержан трафикер. Фигурант обещал комфортные условия проживания. Кто оказался злодеем? Стихия не дремлет. В Бобруйском районе горела баня. Живычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности. Есть ли пострадавшие? Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Так дружили правоохранители не прекращают выявлять участников деструктивных сообществ. Подписки об оказании содействия написали практически все фигуранты. Хотя тема предательства давно актуальна у беглых. Рыба, как известно, гниет с головы. Телеканал Бобруйск-360 продолжает историю об участниках акции «Шашлычок». Речь, в частности, о том, как правоохранители вычислили всех и каждого. Казалось бы, как? Ведь главным атрибутом на фотоотчетах в экстремистских пабликах была именно маска. Этакая гарантия анонимности и безопасности. На деле же все очень просто. Друг друга выдали не глаза, а недавние товарищи. В ходе осуществления оперативно-разыскных мероприятий правоохранительными органами был установлен ряд лиц, которые принимали участие в так называемой акции «Шашлычок». Исходя из сложившейся практики и оперативной этики, формы метода работы не афишируются и очень редко освещаются в средствах массовой информации. Однако данные лица вышли за рамки человеческого облика и восприятия. Многие из них выехали за рубеж и осуществляют деятельность, направленную на дестабилизацию общественной обстановки Республики Беларусь. Поэтому мы имеем полное моральное право сообщить о том, что практически все участники акции «Шашлычок» дали добровольное согласие оказывать содействие правоохранительным органам и предоставляли сведения в отношении своих, в кавычках, товарищей без каких-либо зазрения совести. Например, Евгений Габрилян поплялся любви к Родине и дал добровольное согласие на содействие выявлению преступлений и правонарушений в институтуре города Беларуська. Он не только рассказал обо всех участниках, которые принимали участие в акции «Шашлычок», но и изложил это все собственноручно, на бумаге, рукой недробного. И такие подписки об оказании содействия правоохранительным органам написали практически все участники мероприятия «Шашлычок». Это и многодетная мать Ирина Сурыгина, которая, кстати, получила льготную квартиру от государства, и водитель такси Юлия Загришева, и девушка, которая постоянно находится в поиске лучшей жизни Екатерина Бородаева. Пока страх не разлучит, отдельного внимания заслуживает влюбленная пара в лице Елены Стригуновой, которая сейчас живет в Польше и работает обычным продавцом, и Андрея Синицы, героя наших прошлых сюжетов. Как оказалось, перед лицом закона и влюбленная равны. Видать, поэтому, когда Елена почувствовала опасность, долго ждать не стала. Сдала суженного с потрохами. Андрей Синица, в свою очередь, в долгу не остался. В отместку поделился со всем миром откровенными фотоподруги. Любовь зла, что тут еще скажешь. Хотя тема предательства давно актуальна у беглых. Взаимное обвинение в воровстве, пропаже денег, тайные счета. Рыба, как известно, гниет с головы. А ведь в массы доносилась информация о том, что оппозиция не бросает своих, ставит интересы сторонников выше собственной безопасности, гарантирует безнаказанность и анонимность. И уж тем более не оставляет людей ради заграничных плюшек. Однако обещания рассеялись, как туман. Оказавшись в сложной ситуации, беглые проявляют свою истинную сущность и передают своих родных и близких, и, что немаловажно, свою родину. Правоохранители продолжают выявлять участников деструктивных сообществ. Работа идет по всей стране и не прекращается ни на минуту. Виновные понесут заслуженное наказание. В Бавруйске под колеса авто попал ребенок. На месте работают следователи. По информации следствия, днем 18 октября 59-летний водитель Тойота, двигаясь по Гоголе, совершил наезд на 13-летнего школьника, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован. СК возбудил уголовное дело. Карьера на пенсии. Бавруйские противники в сфере нравов прикрыли аморальный бизнес. 62-летняя горожанка в собственной квартире организовала порностудию. Для съемок женщина приглашала знакомых. Сама не отставала и принимала активное участие в процессе. Ролики распространяла на тематическом сайте. При обыске обнаружена компьютерная техника, фото- и видеоаппаратура, соответствующие декорации и реквизит. К слову, задержанная ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Предотвратить непоправимое правоохранители спасли белорусскую от и незавидной участия. 27-летний иностранец знакомился с девушками в интернете, а предлагал возможность заработать при помощи оказания интим услуг у него на родине. Задержанный обещал полную конфиденциальность, комфортные условия проживания и высокий заработок. 25-летняя Менчанка согласилась на предложение иностранца. Но преступным планом трафикера помешали правоохранители. Оперативники и бойцы ОМОН задержали фигуранта с завербованной девушкой в аэропорту, откуда они должны были вылететь в страну назначения. В настоящее время сотрудники проверяют информацию о совершении задержанным аналогичных действий в отношении других белорусов. Возбуждено уголовное дело. Искра ЧП в садовом товариществе «Дружба» Бобруйского района горела баня. Тревожный звонок в МЧС раздался в 8 вечера. К моменту прибытия спасателей создалось плотное задымление. Огнеборцы в считанные минуты укротили пламя, но стихия успела повредить кровлю, перекрытие и имущество. Пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара выясняется. А вось прокатит. В Могилеве такси скрылось с места аварии. 43-летний водитель «Лада» в одном из дворов при движении задним ходом въехал в стоящую легковушку. Инцидент произошел на глазах у пассажира. Кроме того, момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения на многоэтажке. Как поступить в этой ситуации, житель областного центра думал 15 минут. В итоге сел за руль и уехал. Водитель лишился прав на два года и попал на крупный штраф. Внимание! В Бабрюйске ищут очевидцев ДТП. 28 сентября около двух часов дня 50-летний водитель «Хонда» не справилась с управлением в помещении автомойки и наехала на 24-летнего бобруйчанина. В результате мужчина госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями. Госавтоинспекция просит, если вы стали очевидцем, располагайте информацией или видеозаписями. Сообщите об этом по номеру 102. GPS-трекеры, радары, квадрокоптеры. В лесах Белоруссии за сутки заблудились 4 человека. Ежегодно регистрируется около 160 случаев, когда люди не могут найти выход из чащи. При необходимости на поиски спасатели привлекают местное лесничество, волонтеров, правоохранителей. К счастью, большинство заблудившихся удается найти. Однако многие к тому моменту с симптомами обезвоживания и переохлаждения. Последствия можно избежать, если заранее подготовиться к походу. Возьмите в лес с собой важные необходимые предметы, такие как заряженный мобильный телефон, воду, спички, газету, фонарик, нож и по необходимости медикаменты. Помните, если с вами в лес идет ребенок, за ним нужно повышенное внимание. Не пускайте его из виду, дайте ему также в руки заряженный мобильный телефон, чтобы он был всегда на связи. Буквально на днях, несмотря на непрогулочную погоду, в лесном массиве на границе Бобруйского и Светлогорского районов заплутал 40-летний мужчина. Для поисков были задействованы 5 единиц техники и 12 человек. 10 из них – сотрудники МЧС. Это была «Сирена», ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Реянс. Увидимся через неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА